На завтрак горячие, чай и фрукты. На обед первое, второе – свежие овощи и компот. Собственная выпечка, йогурт и кефир на полдник. Меню разнообразное. Когда нам дают запеканку со сгущенкой, я съедаю ее первое всех, потому что она очень вкусная. Тут хорошо кормят, много витаминов. Чай очень вкусный, кексы по понедельникам очень вкусные дают. При составлении меню ориентируются на вкусы детей, но и про баланс в питании не забывают. Раз в неделю – это обязательно каша, эти же макароны, которые очень любят дети, с сыром, плов, гречка. Все полезные вещества, которые должны быть даны детям, они присутствуют в перспективном меню. В столово руководствуются нормами и стандартами школьного питания. Здесь ежедневно кормят более двух тысяч учеников. Я очень рада, что я всегда в контакте с детьми. Это больше удовольствия составляет. Особенно, когда они приходят и говорят спасибо. Я прям в восторге. Я очень счастливый человек на мире бываю. За разнообразие меню здесь внимательно следят не только сотрудники учреждения. Оценивают на вкус и качество еду, которую дают в этой столовой детям и сами родители. Контроль происходит каждый понедельник. От себя хочу сказать, что столовая очень уютная, она просторная, чистая, ну и очень вкусно. Соблюдение нормы оформления блюд при общении к здоровому питанию. По таким пунктам выбирали лучшие столовые на островах. Оценивали представители Роспотребнадзора, гильдии рестораторов, общественного совета, областного Минобра и депутаты. Все школы, которые вышли в финал и стали победителями, у них нет нарушений в Федеральном центре мониторинга питания обучающихся. Это один из главных критериев, в том числе и при проведении всероссийского конкурса. Финал всероссийских соревнований пройдет осенью в Уфе. Кроме шестой школы Южно-Сахалинска, острова на нем представит учебное заведение села Малокурильское. Ольга Артемова, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ.